и снова здравствуйте всем привет и так персонаж готов теперь нужно ему сделать хоть какую-нибудь локацию да давайте посмотрим как она устроена в мультфильме и будем делать ее именно блендер рассмотрим как это все дело делается так файл new general новая сцена это значит делит создаем сразу новую коллекцию так и в эту коллекцию значит переносим переносим нашу камеру и свет так нажимаем на коллекцию создаем это внутри коллекции еще одна создалась значит control z создадим отдельную new вынесенную да или у нее же создает нет вот все правильно это одна коллекция и в этой же коллекции создается вторая так понятно создаем shift а создаем наш создаем план делаем с н панель смотрим screen cascay включаем и смотрим размер 11 метров на 11 метров делаем значит с еще побольше можно еще побольше и значит транспозом это делать чуть-чуть растянуть ну чуть-чуть с поменьше 54 метра хватит так следующий этап это уже во второй коллекции давайте создадим еще сразу новую коллекцию во второй здесь будет цветы здесь будет окружение значит а там будет первая камера и значит свет так план переносим значит во вторую коллекцию shift а добавляем мэш добавляем и мэйдж и мэйдж план находим скачиваем какой-нибудь фон для заднего плана так вот пусть будет потемнее так делаем с еще раз с семерка на нампаде и перекручиваем делаем с и уводим на задний план приподнимаем смотрим что получилось вот такой фон небо так теперь доработаем выйдет мод подразделим правая кнопка мыши значит наш план добавим побольше подразделений опять же а опять же сабдивизии правая кнопка мыши так в принципе я думаю хватит пока на этом остановимся зайдем скульпт мод выберем тянутку делаем английскую f и где-то чуть-чуть приподнимем сделаем какие-то но более-менее холмы сзади где-то спереди здесь вот плоховато видно давайте назначим какой-нибудь материал но пусть будет зеленоватый и чуть чуть потемнее его так ну все сзади вот будет холм здесь как бы пустошь ну я не хочу чтобы здесь прям ровное пространство было как бы давайте впадину какую-нибудь создадим ну и чтобы не был задний горизонт сильно ровный так обжиг мод в принципе все для начала это дело подходит теперь создаем во втором коллекции еще одну 21 и в эту коллекцию сейчас давайте загрузим какие-нибудь детали ну первая деталь давайте так дерево я тут накачал за многое время то с какими-то моделями помог мне именно друг подкинул именно информацию файлы так находим что у меня тут есть стилизованные горы деревья ну давайте добавим деревья они конечно весомые сейчас я буду уменьшать полигонаж их не так вот такая штука вот такой наборчик деревьев да и выберем значит вот это дерево ну и пускай будет вот эта елка да control и так вот так вот делать не надо сейчас вот исчезнет у меня план и вот эта штука с экраном остальное дэвид как так отключу пока английская аж не нужно чтобы не выделить так вот такие деревья смотрим их размер 72 метра ну куда многовато да делаем давайте с сколько они теперь выходят 0.56 метра 0.56 метра 1 метр 1 метр ну в принципе персонажи маленький пусть ветки будут ну 3 метра маловато конечно ну вот пусть будет 4 метра да так альт аж возвращаем наш план так теперь нужно 331 тысяча полигонов это вот из-за этих двух веток для сцены я думаю это очень много давайте децимейт ним это все дело сначала вот эту ветку apply еще раз ей добавим децимейт вот тут уже она начинает конючить да тогда сабди выжиме смотрим сколько у нее тут видите веток много ну в принципе полигонаж конечно тоже большеватый потому что очень много вот этих веток если нам не будут какие-то ветки попадать в ракурс то их можно будет потом удалить и облегчить сцену так давайте и сделаем так то же самое сделаем децимейт со стволом ну чтобы он конечно тоже не развалился так что тут елка у нас елка тоже шикарная но пардонте как говорится надо уменьшать делаем apply вот уже 96 тысяч полигонов это чисто вот занимают у нас вот эти ветки попробуем еще какую штуку в edit mode заходим в mesh clear up и по моему limit the soul нет так а ну-ка clear up merge by distance что-то в таком духе так еще немножко наверно децимейт ним там правда ствол уже так сколько у нас тут выпадает 90 тысяч полигонов а ну-ка еще раз децимейт походу ниже уже не есть вариант вот 58 тысяч вертика 88 тысяч фейсов да давайте еще на этой поэкспериментируем ну где-то в таком духе тут все равно будет листва какие-то ветки возможно можно будет еще удалить так давайте все это дело подставим к нашему плану так единица на нампаде даже можно с еще прибавить так выберем пока одну ветку вот эту и сделаем control j объединение чтоб потом не тянуть там то одну веточку то вторую так смотрим что у нас получается так вот это мне вот не нравится слишком тонкая тонкий ствол а я уже объединил захожу в edit mode английская делаем пи селекшн отсоединяем и попробуем сейчас вот этот ствол сделать побольше да вот такой еще куда-то не шел дам теперь ненужное в edit mode давайте удалим делаем делаем delete vertex и английская af закроем в принципе не столь важно закрывать эти пустые полигоны так теперь елка должна быть поменьше ну как бы отделяться до ее куда-нибудь вот сюда поставим назначим он теперь материал так а елку елку удалим материал и добавим она же зеленая должна быть ну пусть зеленая какая-то там будет ну вот так вот теперь нам понадобится что понадобится камера давайте выберем камеру 0 на нам где и shift погуляем немножко по нашей вот этой локации и выберем какую-нибудь именно какой-нибудь фон так елка может стоять в углу так поднимаемся к верху как бы наверное вот так под углом здесь же будет площадка вот здесь и будем все это дело делать так тогда елка нам спереди не понадобится ее можно убрать на дальний план объединить ctrl j ствол с веткой тройка на нампаде и ого вот это я ее объединил так ctrl z ctrl z подгоним подгоним под листу а вот теперь ctrl j так вытягиваем ветку на передний план ноль на нампаде смотрим что происходит так дерево чуть чуть подальше так дерево чуть чуть подальше можно еще чуть чуть подальше ну вот уже как бы фон заполнился но вот эти вот эту листву потом можно верхнюю будет удалить вот так вот так следом что нам нужно добавить ну давайте добавим какие-нибудь цветочки вот давайте чуть-чуть веточки значит подтянем как-то их тут чуть-чуть возможно подкорректируем там ствол тоже немножко можно искривить где-то что-то можно поднадуть приподнять так так ctrl z шифтом не надо так добавляем добавляем значит цветочки файл импорт fbx так цветы так цветочки добавлены уводим ее подальше от наших значит планов вот такие букеты прикольные так значит что выберем вот этот цветок g и выберем какой-нибудь еще цветок делаем s тоже уводим в бок но остальные в принципе нам не понадобятся так так эти цветочки семерка на нападе нажимаем уведем сюда в бок сделаем их на s побольше чтоб видеть и теперь добавим камни без камней никак это теперь импорт fbx добавляем добавляем камни так значит так большой камень уводим куда-нибудь сюда сейчас пристрогаем его выберем мелкие камни тоже пригодятся ну и вот этот один много камней не надо кстати наверное не вот этот плоский наверное пригодится так эти камни delete значит ставим камням какой-нибудь материал этакий темный потом можно наложить текстуру тут не проблема значит так g камень наверное будет где-то вот здесь лежать у ветки так можно его чуть-чуть наверное s потом вот этот камень положим вот сюда вот сюда так теперь шилл д один поменьше сделаем как-то вот в таком духе да и попробуем теперь шилл д как бы пусть будет дорожка да такая шилл д шилл д ну как то так то c 1 c c c c c c c c тройка на нампаде, чуть-чуть приподнимем и с плюсами. Так, ну вот таким вот образом как-то. Так, мелкие камни раскидаем где-то с на горе. Ноль на нампаде, подберем ракурс, поближе. Ну в принципе чё, неплохо. Так, цветочки теперь, да? Можно делать букеты, но я наверное так и сделаю. Так. Сделаем две вертикс-группы, это значит выйдет мод, добавим C. Так, цветочки будут, значит у нас по холму где-то тут расти, хаотично. Добавим значит вертикс-группу и сижим. Добавим еще одну вертикс-группу, эту скинем. делаем C колесико побольше. Здесь вот где-то тут будет у нас значит трава. Эссижин. Так, и еще для одних цветов сделаем тоже группу, это группа плюс. Так, значит C. Вот тут будет поверх травы там переплетку пускать. Так. Вот так как-то будет расти, там вдалеке. Многовато опять же не надо, тут можно еще песок добавить какой-нибудь. Так, правая кнопка мыши снимаем и сижим назначаем. Так, Object Mode. Можно сделать траву самому, но также можно ее опять же скачать. Так, файл импорт находим fbx и тут у меня уже есть трава. Траву мы тоже уводим в бок. Вот сюда. Ну а потом добавим колонну и облака и в принципе уже можно будет настраивать под свет и будет где-то еще тут бугры подтянуть надо будет. Это уже сейчас по обстановке. Назначаем теперь, сейчас у меня наверно будет тупить. Назначаем модификатор Particle System. Находим настройки частиц, жмем higher. Так, нам понадобится, что у нас понадобится? Рендер. Это будет у нас Object и значит внизу выбираем, давайте, цветок. Цветок выбрали, теперь нам понадобится группа. Так, не тут. В Density добавляем группа, значит здесь первая была, можно написать цветы, вторая трава. Да, вот трава. И теперь давайте поднастроим, значит, чтобы можно было травой управлять, да? А, это я цветы выбрал, пардонте. Убираем. Это значит вот им цветочки. Всё. И теперь Object Rotation включаем для того, чтобы можно было вот эти наши цветы. С. Р. Так, что они тут, как они тут. Ага, и наклон. Во. А ну-ка. Нормально. Цветочки растут, теперь нужно их поднастроить. Добавить им, допустим, количество. Вниз опускаемся. Можно добавить им размер. Так, теперь что им можно добавить? Поперемесить, допустим, в разные как бы стороны. Вот так вот. Вот таким образом. Тут вот плоховато, что на бугру, видите? Тут надо несколько делать этих групп. Так, а ну-ка, а если я сейчас цветок этот ещё перегну? Ну, в принципе, что, неплохо. Так, теперь выбираем опять наш план. Добавляем плюс ещё Particle System. Это значит, у нас будет и трава. Обжект. Травушка. И, значит, на травушку ставим группу вот эту. Так, опять же, Object Rotation. А ну-ка. О! Нормально так. Находим теперь траву. Вот так вот будет лучше. Добавляем. И добавим размерчик. Так, раз. Ну, неплохо. Так, что нам теперь надо вот эти вот васильки добавить. Опять же, добавляем Particle System. Опять же, Higher. Патч. Только теперь вот эти вот другие цветы. Так, это где тут? Рендер патч. Рендер патч. Так. Материал. Так. Ладно. Этот удалим. Добавим ещё один модификатор Particle System. На него добавим Higher. Это Object. И цветочек. Object. Добавляем Distance. Это, по-моему, второй. Угу. Угу. Так. Это, значит, перемешиваем. Знаете, чуть поменьше пусть будут и побольше их количество, чтобы, ну, заполнить как-то, да? Вот так-то ровновато дюжить. Так. Значит, выбираем и тогда поменьше сделаем. Вот так вот. Так. Единица на нампаде. Ноль на нампаде. Так. Вот здесь вот трава. Вы видите, что, в принципе, Shift F не попадает. Можно взять чуть покрупнее, допустим, план. Ноль. Тогда вот здесь вот камень, G. Наверное вот сюда его перенесем и сделаем S. или лучше положим его на гору чтобы он как бы цветы разбавил этот переход как бы разбавленный был групп наверное нужно делать побольше чтобы они как бы пучками росли или больше скомпоновать каким образом да ну давайте сделаем шрифт отключим им так а у них нету по моему партиклов да так значит так вот этому цветочку CFD CFD 7 на нампаде где-то R и понаделать можно вот таких вот букетов CFD какой-то цветок там допустим поменьше этот допустим куда-нибудь в центр CFD еще один отводим куда-нибудь перекручиваем наклоняем делаем ему с так теперь вот этот василек RG 7 на нампаде CFD CFD как-то их тут и Так. Так. Немножко отвлекли. Как обычно. И давайте. Вот я тут букетик поднабросал. Давайте все это дело объединим. Вот эти все цветочки. Ctrl J. Так. Ctrl J. Что там еще у нас выпадает? Что не выбрано? Ctrl J. Ctrl J. О, вроде все выбралось. И вот этот букетик давайте тогда поставим на этот план. Эти тогда партиклы удалим. Плюс новый hire. Так. Опять же ops. Так. Выберем опять же группу. Rotation. 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 ну вот тут такая уже прикольная поляна так ну здесь можно песочка добавить давайте добавим текстуру песка так выберем наш план и значит добавим материал добавим еще один материал и так это new или лучше в shading garden добавим add текстуры image текстур и добавим песочек так а вот эту текстуру вот этот материал нужно привязать какой-нибудь группе по так альфа-бленд как у даши тут присобачить вертик с группу так 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 значит по-другому заходим выйдет мод выбираем вертик с группу сделаем рц вот так вот и добавим на нее тогда новый материал new и сижим и добавим шейдинг да это текстуры импорт так вот квадрат квадратные вот эти получаются потому что надо как-то побольше полигонов что ли чтобы более так рисовать без квадратов да так объект мод вот все песочек цветочки можно кусты какие-то добавить камни так и теперь давайте листы добавим файл импорт fbx цветы яблоки так корни шишки грусть листья ветки вот они прям потормазую тюже ну опять же это потому что запись идет так что у нас тут control это значит проще вот так сделать так как это по моему не эти ветки а ну ка файл импорт fbx так по моему они а ну ка control z да пусть вот этот лист будет а это удалим назначим цвет давайте зелененький поярче как-нибудь и вот этот листок G к нашим цветам единица на нампаде выбираем нашу вот эту крону добавляем на нее particle system опять же higher добавляем object добавляем добавляем вот этот листок в принципе можно ее так оставить начал давайте добавлять так это многовато ну уже вот повеселее так вот с этим перевалом G и вот с этими цветами нужно тоже немножко вот поменьше их что ли ну так веселее будет когда их меньше так тут можно кусты добавить поровнее как-то листья добавлены и еще давайте добавим колонну так импорт fbx так это где у меня дон лод колонны так это делит файл импорт так значит с так control z о прилипла так я забыл где она отлепляется так делит значит что у нас тут с пивотом вот прилипляется к этому плану так control z это значит английская так отключу цвет на то есть отключу так ас тоже ас так 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 аж возвращаемся видимость выбираем только колонну и вот на этой колонне будет происходить вся анимация значит N где-то тут наверно колонну чуть-чуть значит S вот блин и к этой прилепляется забыл так где она тут колонну вот теперь к камням прилипло да иди твой что-то включается а вот забыл так Ctrl Z, Ctrl Z думаю где ты отключал нажалась какая-то штукенция так и вот эту колонну значит где-то вот сюда и раз 0 на нампаде смотрим как в принципе вот здесь он будет прыгать камеру наверное нужно Shift F как-то вот так наверно выбрать во так чуть-чуть пониже вот такой неплохой ракурс будет значит одну часть можно листвы будет убрать вот и будет что зашибись так 0 на нампаде включаем видимость вот этой штуки теперь можно сделать добавить более такие текстуры значит на ветку как дерево на камень можно текстурку поменять так что еще можно сделать травы побольше добавить на весь этот план вокруг если она нужна в принципе чуть-чуть травы можно добавить отдельно да так делаем так делаем edit mode английская L ага трава так не выделяется ну можно новую закинуть не проблема так давайте по облакам облака можно значит по прошлому ролику сейчас я вам покажу вот они выбрать вот эти облака обрисовать их значит полигонами сделать развертку и пустить значит анимацию вот это чтоб они плыли но это более так мультяшно будет вот такие вот облака можно вот эти вот пообводить значит выбрать да вот такие перьевые тоже ну можно поискать или наложить уже смультфильма какого нибудь сюда значит вот эту штуку так new так 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 материал заходим в шейдинге add текстура image текстур и видео файл наложить и будет вообще бомба так это где у нас для окружения так смотрим ищем облака вот это по моему все у нее тут уже есть ну это съемка значит с этого так как и он значит add выбираем add находим empty image вот она делаем es добавляем так open и добавляем наш вот этот видеоролик делаем еще раз s стройка на numpad перекручиваем делаем еще немножко s можно ролики понаходить именно с разными облаками повырезать какие-то именно моменты ну допустим вот этот момент или поставить еще значит s чтоб побольше вроде как там облака были вот так вот вот теперь видите анимация облаков идет их можно чуть-чуть значит r перекрутить получается 0 так это назад и ролик можно вообще делать длиннее я просто его сделал на так так это значит на 300 да и вот он будет до 300 кадра вот эти облака плыть вот прикольная штукенца так что у нас через колонной минус нью и можно текстурку и какую-то найти такую бетонную да или текстуру золота какого-нибудь или мрамора добавить и вот такая получится сцена теперь настроим значит коллекция первая камера лифт выбираем солнце выбираем допустим так ну 4000 делаем R G вот допустим тень в сторону будет нашей вот этой колонной так ноль на нампаде вот такая штука да темновато значит если мы теперь R вытянем вот в эту сторону ну вот уже прикольная сцена только теперь сюда нужно добавить значит нашего персонажа с анимацией и все будет классно камни можно по-другому раскидать но не суть вопроса они возможно тут и не нужны возможно пригодятся где-то там по краям а здесь чтобы вот песок только был давайте это все дело попробуем переделать значит G выбираем Edit Mode выбираем L какой-нибудь камень P Selection его отсоединяем Object Mode а эти тогда ненужный Delete этот камень можно значит вытягивать делать его как-то побольше добавить скалу какую-нибудь там чтобы он как-то R перекрученный валялся там полувоткнут воткнувшийся так переключимся на Set Origin Geometry так будет лучше его крутить так какие-то развалины тут можно еще добавить так вот допустим как-то так cfd добавить добавить сюда набуго R там S ну чтоб как-то забить сцену можно еще кусты тут подобавить еще какую-нибудь штукенцию ну вот камни есть уже вроде бы так она чтоб попала значит в нашу сцену 0 на нампаде видите он не попадает смысла не имеет да а вот здесь тогда его уменьшить нужно R R G допустим так вот для общего вида так и еще один камень cfd наверное куда-нибудь на задний план gs 0 на нампаде вот он там вдалеке типа лежит за веткой ну и в принципе пусть лежит D там как-то вот так наверное так и вот получился значит у нас вот такая вот локация тут конечно еще можно повыдумывать что-то подобавлять но у нас деревья вот это будет дерево на переднем плане да а на дальнем плане в принципе елка нам не нужна что ну как это дело можно обыграть давайте попробуем сделаем единица на нампаде ctrl и h скроем ненужное уберем значит источник света и вот получается у нас дерево мы делаем с него скриншот и сохраняем в программе в интернете убираем ему с картинки задний фон так ветку я удаляю и теперь смотрите так alt h возвращаем все и добавляем в файл импорт так add пардонте cancel add image image plan так это у меня в десктоп для окружения и вот я их уже наделал вот она у нас елка так смотрим что да как делаем ей s делаем ей g тройка на нампаде так а где она тут ага вот она да ну через экран она вот исчезает почему-то так а ну-ка на таких вещах она видна а ну-ка шейдинг отключим ей вот эту штукенцию и вот она уже не прозрачная ну в принципе ее должно быть видно да значит delete shift а попробуем так add empty так 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 попробуем другую может не та попалась а ну-ка а ну-ка ветка как будет смотреться делаем s и поднимаем вот перекрывает и этот план почему-то хотя прошлый раз я так уже делал и все было нормально в прошлый раз я накладывал вот эту штуку значит так это значит ctrl z попробуем значит вот эту штуку просто наложить ну задний фон да это значит delete delete и это наша ветка так и мы и мы сейчас план делаем с и вот елки можно вот назначать ну подставлять вот таким вот образом уже картинкой если на задний план то в принципе это дело все пойдет вот тут и ветку можно это уже уменьшает полигонаж и вот задний фон можно забить shift d допустим там g можно куст сделать допустим s и пусть это будет какой нить куст вот таким вот образом елку вниз единицы на лампаде так а теперь shift а добавляем mesh добавляем план делаем s так это r g и попробуем ну значит шейдинг так new add texture image texture open и попробуем значит так где она тут находится это по моему во а ну-ка так а если другой поставить вот здесь анимации уже нету а ну-ка и так делаем и тут получается так альфа blend ну если для заднего плана если вот там допустим ладно поставим другой какой-нибудь план больше рисованный тогда делаем с повыше поднимаем чтоб как бы облака были верхнем облака уже не попадает но таким вот образом мы можно сделать чтобы вот отсюда этот план просто потихоньку так вот двигался до заанимировать его и будет значит и будет вот такая красота типа вот и по облака плывут но это будет медленно сделать надо так это значит если первый кадр да вот отсюда все начинается и пишем английская и локация и на 250 допустим он проходит где-то вот досюда пишем и локация и вот теперь если мы будем смотреть это быстровато слишком идет можно еще задержку поставить но 250 это уже прям хорошая сцена получится можно поставить на первый кадр и допустим сделать с там до 300 растянуть до 500 с на ну-ка вот теперь облака медленней плывут можно еще какие-то добавить облака вот на 250 вот на 500 кадров допустим ставим ну сцена такой длинной не будет и вот на 500 кадров неплохие неплохое передвижение вот этих облаков так а вот здесь уже нужно убрать чтобы тени убрать у этих штукенц так это где тут тени будут значит подальше их нам поставить так значит подальше их нам поставить так так просто тогда отведем этот план подальше и тогда у нас эта проблема решится так это что у нас так и тогда его а ну-ка ноль на нампаде так надо анимацию тогда удалять ему а делить и тогда уже вот это все переносить так так тут уже какая-то тень надо будет дополнительный свет поставить подсветить и теперь значит на первый кадр и повторяем значит так где тут ноль на нампаде делаем с еще дальше отводим и поднимаем английская и локация и на 500 делаем прогон пишем и локация ну вот ветки в дальнем плане это уже они ничего не весят почти пониже их посадить эту можно удалить вот здесь у нас кустик а это центральная ветка которая вот можно ее перетащить где-то поближе вот сюда вот эту ветку тогда где-то ну чтоб облака были видны я знаю можно на дальний план там как-то убрать ну да и и и Вот получается неплохая локация. Можно листиков еще побольше добавить. Вот этих находим партиклы, если у кого потянет комп, побольше их тут делаем, number, 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 делаем им перетасовку и где-то здесь вот еще, допустим, листья, чтобы побольше были, попышнее. Вот такая штукенция. Так, это значит можно shift-f и немножко еще повести вот эту картинку. Вот, и вот облака поплыли, можно добавить тут ветер, добавить еще где-то кустиков травы. Ну, это будет уже прям сцена забитая, не то что, допустим, в мультфильме, да, задний фон просто синий. Ну, это по центру где-то должно быть и, по-моему, он еще должен быть поменьше, колонна, потому что тут еще будет персонаж и получается... Так, и получается, что мы даже, возможно, shift-f еще выйдем вот на такой ракурс. Вот на такой, тогда еще будет поприкольней, вот, когда нам здесь уже не понадобится, можно здесь какие-то цветы, полигоны пообрезать, вот, shift-f можно будет от такого ракурса, допустим, вот, выбрать вот такую локацию, тогда эти камни не понадобятся, другую сцену можно, допустим, с этой же снять, да, где-то вот, не используя ветку, а на фоне этого вот валуна, вот этого камня на высоте. Ну, вот, делаем шейдер смут, сглаживание, вот эти вот полигоны, надо побольше их делать, но побольше тогда, если полигонаж побольше здесь делать, да, ну, тогда будет... Вот, вот такой ракурс можно взять, так, это значит, только тогда небо туда перевести. Так, теперь shift-f, где тут камера, shift-f и погнали, вот, вот такой ракурс будет нормальным. И как раз вот на этот, на эту колонну встанет наш персонаж, он будет где-то, допустим, до этих вот пор, вот так вот. И, в принципе, будет зашибись. В следующем ролике давайте рассмотрим риги сначала, как сделать риг яблоком, там, допустим, кустам, дереву. Если кому интересно, напишите, повставляем косточки. Я не видел, конечно, такие ролики, где можно посмотреть, как там яблоко вставить, кости, груши, там, чтобы орех раскрывался, падая. Ну, вот это дело и посмотрим. Все, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok